У меня есть еще одна история, как я попробовал полизать себе очко. Я лег в такой горшок из-под фикуса, я убрал оттуда фикус и лег туда. И так изогнулся, что вижу перед собой свое очко. И это обычное очко мое. И я на него смотрю, и понимаю, что я уже лизал очко. Когда-то я лизал главное очко, более главное, чем я. И я очень сильно хотел его полизать. И я очень долго к этому шел. Очко главное было на верхнем этаже, а я вот с этажа на этаж, через очко к очко к очку, от очка к очку, все выше и выше шел к главному. И вот пришел, там кабинет, я тук-тук-тук, а там открывается ковер, я разуваюсь, у меня такие носки низкие, такие модные. Я иду, и вот я вижу это очко, и я его лежу, и оно такое на вкус отдает успехам, хорошими заказами, оно вот отдает каким-то яхтой, оно отдает вкусной едой. И вот я лежу в этом фикусе и понимаю, а смысл мне лизать в свое очко, если за это мне ничего никто не даст. Вот такая вот история у меня была. У меня есть еще история, очень ужасная, как я однажды сказал правду. Но это очень стыдно, и я не буду об этом рассказывать. Да ну, позориться мне точно не хочется. Я слишком крутой.